Это не досмотр. Это первая и основная причина, о которой мы говорили, всегда говорим. И, видимо, она остается в будущем. Основная причина детской травмы. В связи с этим следует еще обратить внимание на сроки госпитализации. Зачастую бывает ситуация, когда родители в силу тех или иных причин задерживают обращение свое за медицинской помощью. Таким образом, дети иногда поступают в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. И нам приходится потом компенсировать вот те нарушения, которые возникли по вине взрослых и в связи с поздним началом оказания медицинской помощи. Это связано, наверное, с образованием, с менталитетом, наверное, с общечеловеческими факторами, скажем так. По количеству скажу. Ежегодно в нашем отделении получают помощь не более 100 детей. 120, 127, 130. Проходят лечение в нашем отделении. Часть этих детей проходит лечение в эмоционном блоке нашего отделения. Это связано с тем, что даже небольшой процент ожогов, 5, 7, 10 процентов поверхности тела, вызывают развитие ожоговой болезни. И в связи с этим весь каскад нарушений состояния болезни. С развитием иногда и полиорганной недостаточности, и сепсисов, и так далее, и так далее, и так далее. Все возможные послужения. Поэтому наша система оказания медицинской помощи направлена, первое, на своевременность, начало лечения. На преемственность такого лечения. То есть пациенты, которые первично поступают в районные больницы, в городские, в больнице, в области, получают, начинают получать помощь там. При необходимости туда вызываются специалист-ангустеолог, детский анестезиолог, если речь идет о детях. И совместная бригада уже дальше эвакуируется такие пострадавшие сюда. То есть вопросы своевременности и преемственности, они, в общем-то, являются основополадающими. Опять же, часть пациентов мы отправляем и в Киев, в высшестоящие учреждения, в Киевский районный центр. Это касается пациентов, которые являются крайне тяжелыми, но которые способны доехать, которых, возможно, по их состоянию доставить туда. А будет за какое-то на это число? Сейчас это число является стабильным уже на протяжении, наверное, если не 10, то 8 лет точно. То есть такое количество уже. Восстание заживает и детей, и у взрослых. Нельзя сравнивать детей со взрослыми. Ребенок – это не уменьшенная кровь и взрослого человека. Ребенок – это организм, который обладает своими индивидуальными особенностями. Это еще не вполне сформированные кожаные покровы, не вполне сформированные системы и органы. Поэтому, конечно же, детям внимания больше. Конечно же, у детей все это сложнее. И, конечно же, ответственности при лечении детей больше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...